Красноглинское шоссе 13. И для этой хрущевки в поселке Управленческий настали счастливые времена. Впервые более чем за полвека дом преобразился, рассказывает сторожил Светлана Пшеничникова. Капитально отремонтировали фасад, утеплили и покрасили, и серого стал бежевым. Крыша теперь не течет, а дождь утекает по водосточной трубе. Балконы обшили железом, поменяли козырьки на подъездах. Каким должен быть дом, строители спросили у жильцов. Обе стороны работы остались довольны. Не сразу, как говорится, Москва строилась, и у нас не сразу были выделены деньги на такой ремонт. Люди работали с 7 утра до 9 вечера. Такого никогда не было. Люди выносили у нас им водички попить, чайку попить горяченькую. Кроме 13-го дома на Красноглинском шоссе в эксплуатацию сдали по программе фонда капремонта 7 домов. На очереди еще 14. Работы закончены раньше срока, однако качество осталось на высоком уровне. За ремонтом круглосуточно наблюдают не только контролирующие органы, но и сами жители и общественники. Те, которые были замечания, исполнялись в процессе работы. Все, что осталось немножко недоделанное, доделывается в течение 10 дней недели. И я думаю, нашим гостям будет очень приятно во время проведения чемпионата мира по футболу быть у нас в районе, где у нас очень такие красивые, скажем так, ракурсы домов. Масштабное преображение самарских домов происходит благодаря подготовке города к проведению чемпионата мира по футболу. В 2017 году фонд капремонта выделил деньги на фасады и крыши. Так, 8 домов на управленческом обошлись почти в 49 миллионов рублей. В Самаре таких объектов 250. В исторической части города и на гостевых маршрутах. До ноября этого года на 220 домах завершатся работы. Остальные будут готовы к концу весны года футбольного. Подрядные организации, производившие капитальный ремонт фасадов и крыш, прошли жесткий отбор в нескольких этапах. Также стоит отметить, что все подрядные организации самарские. Нареканий по качеству нет. Со стороны фонда капитального ремонта был еженедельный контроль, осуществлялся инженером. Все вопросы решались в рабочем порядке. В каком доме жить, оранжевым, зеленым или желтым, решали жители, помогали сделать правильный выбор художники. Цвет для домов был согласован архитектурой города Самары. То есть собирались подписи от жителей, общались с жителями, выбирали какие цвета они хотят. Также составлялась архитектурная концепция города, по которой и производился выбор цвета для каждого дома. Все работы выполнены по всем существующим нормам, гостам, с использованием самых лучших материалов. Строители дают на свои работы пятилетнюю гарантию. Если случится фасадное недоразумение на их домах, то они за свой счет приведут стены и крыши в порядок. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.